Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хочу поговорить на такую серьезную тему, как сортировка населением мусора. Это такая тема, достаточно популярная в Бельгии, например. И здесь детей этому учат, начиная со школы. У них даже есть такой предмет, где они все изучают, все категории мусора, как его нужно куда класть, перебирать. И также у них есть по этому предмету экзамен. Сейчас расскажу, как на бытовом уровне мы сортируем дома мусор и как в Волонии, франкоговорящей части Бельгии, стараются уменьшить количество отходов на человека в год. Начнем с того, сколько же категорий мусора мы подразделяем в нашем быту. Есть несколько мусорных баков у нас. Обычный мусорный бак, в который не так много категорий входит на самом деле. Всего лишь упаковки целлофановые, какие-то пакеты, те же самые целлофановые, фольга. А все остальное мы стараемся перебрать. В 2021 году предусмотрено открытие нового центра по сортировке мусора. И в скором будущем нам обещают, что мы сможем все эти целлофаны, например, все упаковки класть в пластику. Следующая категория мусора – это компост. Здесь все понятно. Оборудуем его по своему усмотрению и выбрасываем все, что может перегнить. У нас, например, это подстриженный газон, какие-то очистки. И через определенные промежутки времени удобряем перегнившим компостом огород. Следующая категория отходов – это органические отходы. Туда мы можем положить все органические отходы, которые не решаемся класть в компост. Например, ракушки от мидий, а также картонные упаковки из-под пиццы или картофеля фри. Эти отходы могут забирать или в мешках от дома, или можно самому вывозить вот в такие городские контейнеры. Чтобы иметь к нему доступ, необходимо обзавестись специальной карточкой. Хочу заметить, что сжигать в Бельгии мусор в саду запрещено. Также некоторые коммуны в Бельгии вытают две курицы на семью. Конечно, необходимо подготовиться к их приему и обустроить курятник, и хорошенько его оборудовать для защиты от возможных хищников. Одна курица способна поедать от 15 до 45 килограммов объедка в год. Кроме того, куры несут яйца. Следующая сортируемая категория – это картон и бумага. Их мы собираем в отдельный контейнер. Этот контейнер именной, в каждой семье свой. Его вывозят раз в две недели. Вот вы видите, сколько накапливается различных упаковок и так называемой макулатуры. Всю одежду, которую мы больше не носим, можно выбрасывать вот в такие контейнеры. Контейнеры эти разбросаны во многих местах, возле вокзалов, при дорогах. Можно подобрать, в которые удобнее выбросить. Уже ненужные вещи или из которых выросли дети. Обычно эти ассоциации продают эту одежду и вырученные деньги пускают на благотворительность. Следующая категория, которую мы сортируем – это ПМС. ПМС, что означает пластик, металл и картон. Этот мешок тоже вывозится раз в две недели в соответствии с графиком. Следующая категория – это стеклянные бутылки и банки. Что касается стекла, часть из них, которые имеют штрих-код, можно сдать в магазине. А те, которые не сдаются в магазин, можно выбросить вот в такие контейнеры. В белой бутылке из прозрачного стекла, а в зеленой – бутылки и банки из цветного стекла. Кстати, в нашей коммуне отдельно от остальных отходов сортируются подгузники. Это вот этот розовый контейнер справа. Следующая категория – это использованные батарейки. Их мы собираем в полученные по почте контейнеры и отдаем в пункты приема, которые могут быть в школах, магазинах или на местной свалке. А вот и свалка по месту жительства. Прокатимся по ней и увидим, какие отходы можно выбрасывать здесь. На входе предъявляем нашу карточку, иначе не получится сюда попасть. Видео на свалке было снято в июне 2020 года. В этот период мы были на самоизоляции в течение трех месяцев и многие в этот период занялись ремонтом. На видео можно рассмотреть пустые банки из-под краски. Слева от нас собирают пенопласт, а также находятся контейнеры для одежды. Здесь собирают металл. Здесь собирают плоское стекло, такое, как разбитые окна или столешницы. А здесь утилизируют старую бытовую технику. Впереди виднеются шары для стекла, а справа утилизируют использованное после приготовления растительное масло. мусора. Впереди мы видим контейнеры для габаритных отходов. Безусловно, на свалке имеются и другие категории сборки мусора, но самые основные мы вам показали. Надеюсь, что вам было это интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На сегодня мы покидаем свалку, а вы можете посмотреть на живую очередь, в которой стоят машины, чтобы попасть на эту свалку. Надеюсь, что этот репортаж вам был интересный. так мы боремся с отходами. До новых встреч! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова